А в Музее истории Ишкралы открылась выставка «Вне временем», посвященная 85-летию художника-архитектора Анатолия Галицкого. С работами мастера познакомились мои коллеги. Глядя на эти сочные натюрморты с нежными лилиями и орхидеями, будто бы припорошенные разноцветными конфетти, сложно представить, что их рисовал художник, чье детство прошло в мрачных красках. Немецкий концлагерь, голод, холод и нищета закалили характер юноши, который во что бы то ни стало, решил быть художником и за две недели подготовился к поступлению в профильное училище. На выставке в Музее истории Ишкралы представлена небольшая часть живописных полотен мастера. Это яркие цвета осени и сдержанная зима. Автопортрет на фоне Кольского полуострова и застывшие на холсте мазки. На нашей выставке представлена уникальная работа, которая называется «Озеро вечер». И если мы с вами посмотрим, то, конечно, холст, он необычен. И поэтому многие посетители, когда приходят к нам в музей, они стремятся посмотреть поближе, разглядеть, что же это такое. Сам Анатолий Игнатович секрет нам не рассказал, потому что эта идея создать художественные работы на стружках принадлежит именно автору, то есть Анатолию Игнатовичу. И вот благодаря такой основе его работы выглядят очень интересными, объемными, ну и, конечно же, своеобразными. Именно живопись и прогрессивное нестандартное мышление привели Анатолия Галицкого в архитектуру. Его имя останется в истории Марийской столицы, несмотря на то, что некоторое здание, как, например, гостиница Ешкарала, в строительстве которой он принимал непосредственное участие, навсегда стерто из лица земли. В первую очередь Анатолий Игнатович известен как архитектор, потому что усилиями этого человека в нашем городе появился замечательный микрорайон Самбатхей. Нельзя не учитывать то, что этим человеком были созданы известные архитектурные сооружения нашего города. Это и русский драматический театр, и всем известный дом Адекалон. И таким образом он стал одним из первопроходцев, который сыграл важную роль в строительстве нашего города. Формировать облик столицы республики даже главному архитектору и директору проектного института в советские годы было нелегко. Появление на карте города нового здания приходилось аргументировать и отстаивать в Москве. Так, благодаря настойчивости Галицкого, в Ешкарале появился театр кукол. А за строительство кривого дома на Советской архитектор даже получил штраф. Новые квартиры с увеличенной квадратурой были нехарактерны для тогдашних малогабаритных хрущевок, которые Галицкий искренне ненавидел и считал их издевательством над людьми. В строительстве, будь то административное здание или жилой дом, архитектор старался придерживаться единого стиля соответствующего эпохи, целесообразности и практической значимости. Каждое сооружение, будь то дворец культуры или жилой дом, в народе названный бабочкой, Анатолий Галицкий считает своим детищем. И, конечно, душа мастера откликается на любое решение, связанное с ликвидацией того или иного объекта, появившегося на карте столицы, с таким трудом. Сегодня заслуженный архитектор России Анатолий Галицкий, отпраздновавший 5 марта свое 85-летие, проживает в Вишкороле и работает над книгой, в которой исследует архитектурный стиль марийской столицы с момента основания до наших дней.